Это называется колодка. С помощью этого мы можем изучить азбуку. Серьезные проблемы со зрением у Николая Пашкова возникли 4 года назад. Из-за тяжелой работы и несвоевременного обращения к докторам у него разрушилась течатка глаз. Перенеся 11 операций, сегодня Николай видит лишь силуэты предметов и людей. Боясь потерять оставшиеся 15% зрения, мужчина решил на всякий случай записаться на курсы по изучению шрифта Брайля. В будущем, чтобы знать, куда пошел, если один, без сопровождения. Или тебя сопроводили, но дальше уже самостоятельно пройти поликлинику, аптеку, магазине, если есть этот Брайль. Ориентироваться самому в дальнейшем. Курсы по изучению специального алфавита для слепых и слабовидящих людей в Нягоне открылись в этом году. Преподает их Елизавета Филипчук, которая лишилась зрения в 12 лет. Специализированная школа помогла изучить азбуку Брайля за месяц. Окончив образовательное учреждение с отличием, сегодня девушка строит занятия на основе двух методик. Начиная с простых букв, которые могут состоять из двух точек или занимать все буквенное шеститочное пространство. Я очень давно мечтала, где-то два года, чтобы преподавать Брайль самой. Если я знаю эту азбуку, почему я не могу передать это нуждающимся людям? Пускай даже, будь то слепой или с остаточным зрением, кто знает Брайль, тот сбережет свои глаза слабовидящий. Ты себе многое откроешь с помощью вот этого азбуки. Или цифры будешь знать, или можешь потом примеры читать. Простые арифметики, химии, да чего угодно, даже ноты. На сегодняшний день на курсы записано 8 нягонцев. Кроме чтения, они также изучают письмо, которое имеет свои особенности. Если читать нужно слева направо, то писать наоборот. Например, я пишу на стола. Открываем прибор. Переворачиваем страничку. И читаем. Каждое занятие длится полтора часа. Ученикам уроки нравятся. За это время они успевают освоить несколько букв, пробуют писать слоги, слова и получают задание на дом, которое зачастую Лиза придумывает сама. У нас есть специальная программа Джоус, установленная на компьютере. То есть сейчас мы изучаем Брайль для того, чтобы в дальнейшем обучить их компьютерной грамотности. Без основ они не смогут обучиться этой программе, потому что она идет именно основываясь на чтению письма по Брайлю. На уроки по изучению алфавита Брайля приглашаются слабовидящие и незрячие горожане. Проводятся они в Нягонской местной организации Всероссийского общества слепых. Сегодня в нем состоит 49 жителей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова